МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоги недели на канале ННТ. Я, Мурад Ахмедов. Накануне в Дагестан с рабочим визитом прибыли глава МЧС России Евгений Зиничев и федеральный министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. Высокий гостей в Махачкалинском аэропорту встретил глава Дагестана Владимир Васильев. Далее делегация посетила базу дагестанского поисково-спасательного отряда и учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. В ходе осмотра комплекса сооружений и техники руководитель регионального МЧС Нариман Казимагомедов поблагодарил Евгения Зиничева за выделенный республике федеральным центром новый вертолет Ми-8. Я хотел вам сказать огромное спасибо за то, что поддержали. Я тоже присоединялся. Спасибо, что поделали дворосы. Спасибо, что с нашей страны все поддержили. По итогам визита прошло координационное совещание по вопросам защиты населения и территории от чрезвычайных происшествий. Отдельное внимание было уделено проблеме противопаводковых мероприятий на реке Терек. К Международному дню защиты детей глава Дагестана Владимир Васильев посетил специальный коррекционный дом в городе Каспийске. Глава республики ознакомился с условиями проживания воспитанников, поздравил ребят с праздником и вручил им подарки. В этом детском доме находятся 30 детей из разных уголков Дагестана. Все они остались без попечения родителей. Мне очень приятно сегодня быть на этом замечательном доме, доме, где любят и воспитывают дети хорошие, очень приятные, хорошие поцветные, хорошие работы, замечательные дни. В свою очередь дети исполнили для гостей песни и танцы, прочитали стихи. Яркие и искренние выступления детей не оставили равнодушными ни высоких гостей, ни самих воспитанников. Председатель Совета Алима в Дагестане, шейх Ахмат Афанди, на неделе с рабочим визитом посетил республику Татарстан. Основная цель поездки – развитие связей между регионами, знакомства с историческими памятниками и достижениями в области возрождения духовной культуры. Программа пребывания лидера мусульман республики в братском регионе была насыщенной. Муфтий Дагестана встретился с президентом Татарстана Рустамом Минихановым. Встреча прошла в Казанском Кремле, резиденции главы региона. Там же состояла встреча с бывшим главой республики, аксакалом российской политики, ныне государственным советником республики Татарстан и председателем попечительского совета Республиканского фонда возрождения Ментимером Шаймиевым. В ходе бесед были затронуты вопросы сотрудничества между Татарстаном и Дагестаном в сфере религиозного образования и духовной культуры. К ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций готовы сотрудники МЧС совместно с Минприроды Дагестана провели мониторинг паводковой ситуации на реке Терек. Состояние реки ежегодно изучается специальной комиссией. Представители ведомства облетели участки водного объекта от Русла до Карглинского гидроузла в Кизляцком районе. На сегодняшний день ликвидировано 18 прорыва опасных участков. Жителям Бабаюртовского и Кизляцкого районов, проживающим на паводкоопасных участках, ничего не угрожает. Кроме того, сотрудники МЧС на этой неделе обучали персонал детсадов в Буйнакске и Буйнакском районе методики правильной эвакуации при землетрясениях. Специалисты МЧС организовали профилактические мероприятия в 19 дошкольных учреждениях на территории города и района. Данные мероприятия связаны с двумя землетрясениями, которые произошли в Дагестане ночью 25 мая. Из-за них в Буйнакском районе получили повреждения несколько учебных заведений. Обучаем персонал детских садиков действиям при землетрясении, какие мероприятия необходимо проводить в настоящее время, когда нет землетрясения, к чему нужно готовить и как сориентировать детей. И второе – практическая эвакуация детей с выводом их на безопасное место. На этой неделе в самом древнем городе России состоялся самый массовый ифтар в стране. Около 30 тысяч человек совершили коллективное разговение в Дербенте. Общереспубликанский ифтар прошел на стадионе Нарынкала, а его организатором выступил Муфтият Дагестана совместно с фондом Инсан при поддержке администрации города и имена Цареспублики. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Вход на стадион был открыт в 17 часов. Гостей встречали чтение мавлидов. Это самый массовый ифтар в Дагестане, уже второй по счету. Он призван объединить сердца верующих, укрепить их братские узы. Общереспубликанский ифтар для нас стал традицией. Мы по опыту прошлого года видим, как эти общереспубликанские ифтары и общереспубликанские ифтары становятся фактором единения, потому что на ифтары и общереспубликанские ифтары приходят люди вне зависимости от нации, вероисповедания и так далее. Рамадан объединяет. Несмотря на положение в обществе, за одним столом здесь могут оказаться и бедные, и богатые. В этом и заложена вся мудрость проведения коллективных ифтаров. Вместе с тысячами верующих на мероприятия прибыли главы разных районов, представители министерств и ведомств, сотрудники муфтията, именитые спортсмены и другие. Это большое благо, а большое нехмат. И это является признаком того, что в Дагестане, сколько бы национальности, сколько бы конфессий не были, все время были братьями и останемся братьями. И мы сделаем все возможное сохранить нашу братство. Богословы в своих выступлениях говорили о богатой истории Дербента. Именно с этого города в далеком 642 году началось распространение ислама в Дагестане и в России. Дербент – это то место, где похоронены наши великие асхабы. Наши предки, наши ученые, которые нас обучали еще в советское время, говорили, если человек приедет в Дербент, если что-нибудь для барраката не возьмет, хотя бы пусть поменяет деньги. Почему? Потому что это барракатное место. Это самая главная причина, что здесь именно проходит такое мероприятие. Организация этого праздничного вечера предшествовала масштабная подготовка. За порядок и безопасность отвечали 2000 волонтеров. Это все люди-волонтеры, когда какое-то крупное мероприятие, Муфтеат Республика обращается к ним, и эти люди проявляют свою волю, желание, участвуют в таком народном событии. Полторы тонны риса и столько же мяса ушло на приготовление основного блюда – плова. Занимали с этим 40 поваров. Закуплено было несколько тысяч бутылок воды и других напитков. В меню включены фрукты, овощи и сладости. Мы из Азербайджана, ребята-цурцы, которые здесь помогают, человек 40-45. И мы каждый раз помогаем в таких мероприятиях. И еще будем помогать, участвовать, мы волонтеры. Мы здесь помогаем, они поверят, что говорят. Рыск принеси, воду принеси, огонь сделай. Все эти работы мы делаем. Нам раз нету, какой бы работы ни было. Мы, которые нам показали работу, мы все сделаем. После наступления времени вечерней молитвы верующие приступили к разговению. Все это время со сцены звучали нашиды. Ифтар собрал в общей сложности порядка 30 тысяч человек, которые набирались в Дербент из самых разных уголков Дагестана. Атмосфера, я тебе скажу, я не ожидал, что столько людей будет. Ифтар прошел очень хорошо, на высоком уровне. Пришло очень много братьев с разных регионов. Даже пришло еще что могу сказать. Сам откуда прибыл? Я сам приехал из Хасаюрта, вернее, из Хасаюртовского района. Было очень жарко, трудно, но, альхамдулля, мы попали сюда. Такие мероприятия, что больше было у нас. Очень хорошая была сплоченность, что было у нас в Дагестане. Спасибо, кто его организовал. Да примет наши посты и всякие благоприятия. Да примет наши посты. Хорошее деяние. Очень хорошая обстановка была. Очень хорошая обстановка. Нормально. Курбан Рагимов, Камиль Девятов, Салман Гитихмаев и Нурмагомед Магомедов. Телеканал ННТ. Дербент. В последний день весны отмечается Всемирный день без табака. Ежегодно в мире от болезней, связанных с курением, умирают 6 миллионов человек. Из них почти полмиллиона в России. Не секрет, что самостоятельно бросить курить очень трудно. Врачи считают курение не просто пагубной привычкой, а серьезной зависимостью. О том, как с ней можно справиться, расскажет моя коллега Зумруд Гамидова. Ей слово. Волк из «Ну погоди», крокодил Гена, отец дяди Федора из Простоквашина. Несмотря на то, что детям всегда говорили о том, что курить вредно для здоровья, в детских советских мультфильмах мы не раз видели курящих персонажей. Так выросло несколько поколений, воспринимая это как нечто обычное и даже модное. Врачи говорят, курение убивает примерно половину тех, кто познакомился с табаком в подростковом возрасте и не расставался с привычкой в течение жизни. Доказано, чем ниже возраст курящего человека, чем он раньше изначально начал курить, то выше риск развития заболеваний. И этот молодой человек уже станет злостным курильщиком, и в дальнейшем уже никогда не сможет бросить курить. А никотин – это сильнейший яд, который воздействует на наш организм и влияет на многие органы. Рак легких, хронический бронхит и шимическая болезнь сердца – это лишь малая часть пагубных последствий, которые возникают при употреблении табака. Каждая сигарета, каждая затяжка – это, по сути, небольшой шажок в могилу. Причем идти туда в одиночку не получится, ведь рядом с курящим всегда находятся его близкие, семья, друзья и коллеги. А ведь известно, что пассивное курение значительно ухудшает здоровье. Курящие люди, они немного в своем формате, они такие эгоисты. Хотелось сейчас закурить, они курят. Им безразлично, на здоровье окружающих. А многие мужчины наши позволяют курить дома. Если бы они беспокоились за здоровье своей семьи, своих детей, чтобы они росли здоровыми, хотя бы могли бы курить вне помещения. Ровно шесть лет назад в нашей стране вступил закон о запрете демонстрации табачных изделий. Но исчезнув с прилавков магазинов, сигареты никуда не ушли из нашей жизни. Люди курили и курят. Вот только платить за вредную привычку теперь нужно больше. К примеру, средняя цена пачки сигарет составляет 100 рублей. В месяц – это 3000, в год – 36000 рублей. На эти деньги можно уехать в отпуск за границу или купить хороший смартфон. Штрафные санкции продавцам, наказание за курение в неположенном месте, устрашающие предупреждения на упаковках. Все для того, чтобы прервать последовательность событий, вызванных первой затяжкой, первой сигаретой. Результаты антитабачного закона в стране впечатляют. Хочется отметить, что на сегодняшний день есть положительные сдвиги. Вы уже сами видите, практически курящих очень мало. Надо должны отдастся вот этой пропагандой, задачей, которая была поставлена государством перед правительством, перед всеми нашими учреждениями. Значительную роль, по словам депутата, здесь играет и религия. И не только потому, что сигареты наносят непоправимый урон здоровью, но и потому, что курение запрещено исламом. У нас очень хорошо, значит, этому вопросу нам помогает муфтият республики, что это действительно вредно. Они наравне с общественной организацией, значит, работали с нами и работают на сегодняшний день. И везде, значит, это все говорят, во всех мечетях там все это, то, что, значит, курить, то, что пить, значит, спиртные, значит, это вредно. Не только там для здоровья, но это харам. Это, значит, поэтому это тоже очень хорошо влияет на людей, на молодежь там и на остальных тоже. За плечами дедушки Амара Схаба полвека спортивной жизни. Утренняя зарядка, пробежка. С этого начинается каждое утро Аксакала. Первую сигарету закурил в молодости, в армии. Там же и бросил. С тех пор, вспоминая Амара Схаб Амаров, у него появилась тяга к занятиям спортом. Мне сейчас 82 года. На армии я курил махурку. Тайком курил. Отец меня думал, видел. Армия, в седьмом месте я бросил курить. Там подрался с савдийскими ребятами, вторым. А я проиграл. Из-за этого я бросил курить, я их добил потом. Как можно голосовать, это яд. Этому человеку я не доверяю. Кто курит, пьют тем более. Ну, это яд. Там ничего нет. Ветеран личным примером старается пропагандировать здоровый образ жизни. Я говорю, иду, увижу молодой человек, даже такой возраст тоже. Молодец, Саламаловик. Молодец, дай, пожалуйста, мне курить. Он мне дает оттуда. Я говорю, это дай. Это я добил. Я его вот так делаю. Это твой врань в руку. Это смерть твоя. Не курить, это гадость. Ты чего хорошего найдешь? В России действуют сотни бесплатных центров профилактики табачной зависимости. Все, что нужно, лишь решить для себя, что табаку не место в вашей жизни. И 31 мая – самый подходящий день, чтобы бросить курить и расстаться с этой вредной привычкой навсегда. На неделе страна отметила День пограничника. В Дагестане защитники рубежей Родины нередко работают в тяжелейших условиях, в том числе и в высоко в горах, на границе с Грузией и Азербайджаном. Наша съемочная бригада совместно с пограничниками вылетела на вертолете в Цумадинский район, чтобы узнать, как несут службу страж границы. В нашей республике один из пограничных постов располагается в селе Хушет Цумадинского района. Он находится в сотнях километров от Махачкалы, на границе с Грузией. Если добираться туда, то только на Ми-8 военной авиации ФСБ России, что мы сейчас и собираемся сделать. Через море, луга и засниженные вершины. Лететь до пограничного пункта Хушет на вертолете – одно удовольствие. Однако, если исключить воздушный транспорт, то дорога туда покажется не столь живописной. Около четырех часов пути, а после еще и 20 километров пешком по узким горным тропинкам. Нам, бесспорно, повезло. Добрались всего за час и без особых усилий. Сразу по прибытии нам показали территорию пограничного поста. Общую спальню с кроватями и тумбочками, небольшую кухню и столовую. Все по-военному слаженно и аккуратно. По физической подготовке всегда к сотрудникам предъявляются самые серьезные требования. Что касается применителя нашего участка, наш пограничный пост находится на высоте свыше 2000 метров. Это, в свою очередь, дает определенные особенности на организм, более серьезная нагрузка на организм. Поэтому при попадании сотрудников в Республику Дагестан на данный пост попадают наиболее подготовленные сотрудники. Автомобиль здесь практически не проедет, из-за чего в день пограничники преодолевают от 10 до 20 километров пешком. Неважно, жара или холодно, то она и служба. Тут у всех день расписано. Кто-то остается на посту, кто-то отправляется в наряд. Пограничный наряд, выполняйте приказ. Пограничный наряд налево. На защиту и охрану государственной границы, экономических и иных законных интересов Российской Федерации. Шагом марш! Помогает в охране государственной границы и населении. Они подсказывают, ориентируют в местности. Однако из-за сложных условий жизни сами жители не менее нуждаются в помощи военных. При необходимости пограничники на вертолете транспортируют больных в столицу и доставляют грузы в аул. С 2000 года у нас уже автомобильная дорога отсутствует. Недавно у нас школу построили, переброску, отправили стройматериалы с метрады. И также ФАП, фальшерский пункт тоже строили с помощью пограничников. За почти два десятка лет соседствами между защитниками рубежа и горцами сложились дружеские отношения. В подтверждении тому совместное проведение праздничных мероприятий. Так и конкурс детского рисунка ко дню пограничника здесь стал доброй традицией. Ребят, занявших призовые места, военнослужащие радуют денежными призами. Отчего школьники ждут 28 мая с нетерпением, придумывая за несколько недель до праздника, что они нарисуют. В Дагестане в самом разгаре клубничный сезон. Сочную ароматную ягоду собирают на территории практически всех равнинных регионов республики. В селе с говорящим названием «Вперед» Кизлярского района тоже стараются не отставать и радовать дагестанцев сладкой клубникой. Поучаствовала в процессе сбора урожая наш корреспондент Карина Баталова. Ловкость рук и никакого мошенничества. Считанные секунды и вся спелая клубника с кустика оказывается в таре. При должном старании и помощи в разгар сезона Рамазановы за день собирают 25 ведер этой сладкой ягоды. Для семьи Марии это дополнительный заработок. Муж и дочь работают в школе. Она сама медсестра. На 20 сотках сада выращивают клубнику уже больше двух десятилетий. Основная часть товара идет на продажу. Были мысли полностью оставить работу и перейти на клубничный бизнес, увеличить территорию или как-то серьезно заниматься? Не было, потому что это адский труд. Это, так кажется, легко с огорода. Мы всего два месяца отдыхаем в году. Зимний январь, февраль, наверное. До декабря мы здесь работаем. Если чуть-чуть запустим, все уже. Летом зарастает, высыхает. Весной надо вовремя прополку делать, полить. Это нелегкий труд. Сестра пришла помогать, говорит, ни клубнику не хочу, ни денег не хочу за нее полученные. Очень тяжело собирать. Отказываться от выращивания клубники Мария не намерена. В основном из-за любви к земледелию. Дочь взглядов не разделяет, но все же активно помогает в саду. С самого детства Эльмира занималась прополкой и сбором ароматной ягоды. Тонкости выбора лучших плодов ее конек. Все, когда приезжают к нам, Эльмира, подбери нам клубнику. Они знают, какая из них будет вкуснее. А какая вкуснее? Можешь зрителям вот такую подсказку? Вкуснее? Ну, в этом сорте именно вот те, у которых хвостики кверху и вот здесь вот белые точки, они бывают вкуснее, чем обычные. Ну, нежели вот такая вот, которая вниз хвостики смотрит. Ярко, свежо. Если она, как правило, если она лежит один день, она уже темнеет, она бывает уже тусклее. Вот, как вы видите, с грядки, да, она более ярче. Сейчас в Дагестане, как и на участке Рамазановых, в основном выращивают и продают сорт кардинал. В отличие от своего предшественника Виктории, более мелкой, но ароматной и сладкой клубники, кардинал лучше переносит дорогу. Поэтому так любим фермерами. Учитывайте, что вам важнее – форма или вкус. И выбирайте, исходя из сорта плодов. Я тоже решила поучаствовать в сборе клубники. Попробуем, каково это, сложно ли. Для себя в этом деле я уяснила, что главное – это быть внимательным и не пропустить клубничку. Ведь так она перезреет и товар пропадет. А еще очень играет роль жара, солнце, то, что ты все время должен быть на корточках. В общем, в следующий раз, когда я буду есть клубнику, я буду понимать, насколько это нелегкий труд. В советское время в селе вперед масштабы выращивания клубники были в разы больше. Возили даже в центральные регионы страны. После распада колхоза каждый начал вести хозяйство самостоятельно. Теперь для многих жителей этого населенного пункта клубника – основной источник дохода. В последнее время, по словам отца семейства Рамазановых, появились неожиданные конкуренты. Сейчас вот разговоры есть. В Чечне везут бесконтрольную клубнику совершенно гербицидами обработанную. Самые перекупщики для себя у нас покупают периодовскую, а для перепродажи база обезценок – это. Проблема большая. Селение, которое этим и жили целью семьи, может остаться вообще без дохода. Сами Рамазановы ничем не обрабатывают свои растения. Поэтому на клубнику нередко нападает прожорливая капустница, слизь и муравьи. В этом году кустики ягоды поразила болезнь. Она не опасна для человека, но губительна для рассады. В следующем году ее придется высаживать по новой. А пока Рамазановы не отчаиваются и продолжают сбор, ведь до конца клубничного сезона осталось не больше недели. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Кизлярский район. Напомним, что в этом году по инициативе Владимира Васильева в Дагестане празднику Роза Байрам будут отмечать целых пять дней. Глава Дагестана принял решение объявить 5, 6 и 7 июня нерабочими праздничными днями. Таким образом, дагестанцы в общей сложности получат пять выходных дней. И это главное, чем запомнилась нам эта неделя. Встретимся после праздников. Удачи вам, друзья!